Приветствую вас, друзья! Мы начинаем прохождение Wolfenstein The Old Blood, Старая Кровь. Действие Wolfenstein The Old Blood происходит в альтернативной вселенной в 1946 году, незадолго до начала Wolfenstein The New Order. Агенты организации ОСА Ульям Биджей, Бласковиц и Ричард Уэсли под кодовым именем Агент-1 должны проникнуть замок Wolfenstein и найти секретную папку, содержащую местонахождение командира замка Обертсгруппенфюрера Вильгельма Штрассе, то есть Черепа. Ну что, поехали? Эта война, как болезнь, передается через кровь, пролитую войнами. Чую надвигается буря. 15 марта 1946 года, в Ставке фюрера, наш верховный главнокомандующий прокомментировал недавние победы германского оружия. Наш возлюбленный вождь уверенно заявил, что от окончательной победы Германии отделяет не более двух лет, и приписал значительную часть успеха научно-техническим достижениям генерала Вильгельма Штрасс и его подчинённых. Победа Рейха. Ты не против того, чтобы подержать на своих ключах судьбу всего мира, агент Бласкович? Ничего, агент первый. Плечи у меня крепкие. Ну, короче, мы проигрываем эту чёртову войну. Мне никто не сообщил. Штаб не очень-то распространяет эту информацию. Генерал Череп создаёт несокрушимые машины смерти на какой-то секретной базе. Папка, о которой говорили на инструктаже, она хранится у подручной черепа Хельги фон Шапс в её логове замки Вольфенштейн. В этой папке даны расположение базы черепа. Возможно, это наш последний шанс. Или нацисты растопчут всё хорошее, что осталось в этом мире. Америка никогда не покорится. Так, вот и КПП. Легену свою помнишь? Штунбандфюрер Франц. Тессовский ублюдок из Франкфурта. Документы, пожалуйста. Подъезжайте в КПП. Вон туда. И покажите им свой паспорт. Спасибо. До свидания. Мы с тобой, Бласковец. Мы хорошая команда. Мы справимся. Так, слушай сюда. Твой немецкий... Честно говоря, он ни к чёрту не годится. Так что помалкивай. И пистолет держи в кабуре до последнего. Документы, которые для тебя приготовил Кестлер, в бардачке. Вон там. Хорошо. Пошли. И помни. Сосредоточься. И помалкивай. И иди за мной. Хорошо? Комендант Франц. Фриз Франкфурт. Гутен Морген. Гутен Морген. А, к чёрту. Фриз, ради всего святого. Не спи. Геррегер сюда идёт. Так, точно. Если он тебя увидит, пойдёшь на кром собакам. И что я тогда твоей матери скажу? Извините, дядя. Сколько раз говорил, не называй меня так. Мне очень жаль. Фюрер посещает Паденборн. Статья. Паденборн. 12 января 1946 года. Чтобы поприветствовать фюрера во время его визита в расположенный в горах городок Паденборн и в замок Вольфенштейн, люди выспали на улице городка. В планах фюрера была встреча с генералом Вильгельмом Штрассе и его помощницей Хельгой фон Шапс с целью обсуждения успехов немецкой армии и изучения подчинёнными генерала Штрассе продвинутых военных технологий. Это лишь начало, заявил фюрер после встречи. Войска союзников терпят поражение на всех фронтах. Наши бомбы уже падают на английскую землю. Американский флот ведёт в Тихоокеанских водах сражение, которое ему не выиграть. Никто не сможет нас остановить. Фюрер похвалил Хельгу фон Шапс за её археологические исследования, пролившие свет на великую историю короля Оттона и его наследия, оставленного немецкому народу. Документы, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Всё в порядке. Доброе утро, Гер Геггер. Что такое Грета? Ваши документы? Ну-ка, постойте. Из Франкфурта. Любитель сосисок? Я... э... 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 хот-дог. Вот шутник. Тупые американцы. Хот-дог. Ну вот победим, они у нас попляшут. Вольно. Грета, к ноге. Штурман Сюрер Франс, заходите внутрь. Хот-дог? Ну, надо же было что-то сказать. Это был Руди Егер, заместитель Хельги. Говорят, он бросает узников из-за стенков с замка на корм своим собакам. Готен Морген. Морген. Казнь убийцы из замка Вольфенштейн. Берлин, 3 января 1946 года. Фюрер лично затянул петлю на шею наемного убийцы, известного как террорист из замка Вольфенштейн. Его казнили в воскресенье рано утром. Герр Гитлер был в отличном настроении. Он удивительно быстро восстановился после коварного покушения. По дороге на казнь террорист обделался, увидев фюрера в столь добром здравии. «И пусть это послужит напоминанием о том, что все враги нашей великой нации рано или поздно получают по заслугам», — сказал Герр Гитлер после того, как повешенный перестал дергаться. Когда фюрера спросили о его самочувствии, он резко и с жаром ответил. «Пришла пора положить конец возмутительным слухам о том, что я был тяжело ранен, а террорист удалось сбежать. Эти слухи сфабрикованы наймитами наших врагов, и всех, кто позволяет эту гнусную ложь, мы будем судить как предателей Рейха». Кроме того, он одобрительно отозвался в археологических роскопах Хельгий фон Шапс, освещающих историю короля Оттона и его великое наследие. Март 1946 года. Казалось бы, война уже должна была закончиться, но нет. Шеф УСА отправил меня в немецкие Альпы, городку Паденборн. У Хельгий фон Шапс специалистки по оккультизму, которые работают в старом замке Вольфенштейн, хранится секретная папка. В этой папке должны быть документы, указывающие на местоположение базы Черепа. Найдем папку, сможем напасть на Черепа и расправиться со старым ублюдком раз и навсегда. Паденборнский мост. Старый мост, который нацисты превратили в крупный контрольно-пропускной пункт, укрепив новым бетонным составом, разработанным немецкими учеными. Под мостом расположена станция фуникулера. Эта дорога – единственный способ попасть в замок Вольфенштейн. Контрольно-пропускной пункт. Многие гражданские лица из числа местных жителей пали жертвами излишнего рвения офицеров на КПП замка Вольфенштейн. Если вы приближаетесь слишком быстро или у вас, к примеру, документы не в порядке, вы легко можете просто погибнуть либо будете брошены в подземелье замка, в зависимости от 7-минутного настроения офицеров. Уэсли – агент первый. Ричард Уэсли – кодовое имя агент первый. Родился и вырос в Уэльсе. Его отец был ветераном Первой мировой, мать учительницы в начальной школе. Это опытный, безжалостный и всеми уважаемый боец – один из лучших агентов УСА. Руди Егер – заместитель Хельги, начальник тюрьмы замка Вольфенштейн. Прежде чем получить назначение в замок Вольфенштейн, Егер был личным дрессировщиком собак генерала Черепа. Одно из любимых развлечений Руди – кормить собак узниками из подземелья замка. Хельга фон Шапс. Сволочь редкая. Череп лично поставил ее. На ключевой пост в паранормальной дивизии СС. А я имел несчастье встретить ее на задании в Таганьике. Я тебе не рассказывал, Бласковиц? Я тогда малярию подхватил. Наверное, худший день в моей жизни. Даже строгая диета и виски не помогла ни капельки. Веришь? Ладно. Замок? Он принадлежит Хельге. Здесь ее центр оккультных исследований. Нам надо кровь из носа устранить Черепа или война будет проиграна. Для этого нам нужна Хельга. В ее кабинете папка с секретными документами. Там должны быть сведения о расположении базы Черепа. Как только узнаем, где он прячется, возьмем его базу штурма. Пустим ему пулю в башку, переломим под войны. И вернемся домой, аккурат к вечернему чаю. Так, давай, пошел. Я отключаю сигнализацию и ты идешь к научному центру Хельги. Будем держать связь по радио. Не отключай канал. Твоя остановка, Бласковица. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вальфбургская экспедиция, как меня слышите? Прием. Что такое, Карл? Зачем ты меня отвлекаешь? Прием. Я всего лишь хотел спросить госпожа, погрузчик до вас доехал? Прием. О, Карл, ты так трогательно обо мне заботишься? Да, мы его вчера получили, как я и просила. Напомни мне как-нибудь вознаградить тебя, когда я вернусь. Нас будет ждать бутылочка отличного рислинга. Прием. Спасибо, госпожа. Можно поинтересоваться, вы там нашли что-нибудь? Прием. Знаешь, я очень давно не была в таком предвкушении. Наши приборы показывают, что прямо у нас под ногами есть какая-то полость. Так что под руинами этой церкви либо пещера, либо целый комплекс катакомб. Очень многообещающий. Прием. Понял. Что-нибудь вам еще нужно, фрау Оберштурбанфюрер? Да, Карл. Нам нужны еще припасы. Топливо для погрузчика. Ты не представить не можешь, насколько эта штука прожорлива. И бочонок вина. Здесь не вино, а чудовищная гадость. Так что... Топливо для погрузчика и топливо для меня. Понял, Карл? Вольфбургская экспедиция. Конец связи. Может, если б тебе в руки попало то, что они откопали вчера в развалинах, хватило бы и на поездку. Что они нашли? Чашу какую-то. Тысяча лет ей, не меньше. Времен короля Оттона. И где она? Уложили в один из этих ящиков, чтобы переправить замок. Хельга под таким штуком прямо с ума сходит. В особенности под тем, что как-то связаны с Оттоном. Думаешь, кто-нибудь заметит, если она... исчезнет? Ты что, спятил? Представляешь, что она начнется, если Хельга узнает? Это был гипотетический вопрос, Рольф. К тому же Хельга в Вольфбурге. И вроде другими вещами занято, разве нет? Я буду очень добр к тебе, иначе-то сотру этот разговор из памяти. И больше ты на этот счет ни слова не скажешь, ясно? Ясно тебе? Ты же сам сказал ни слова не говорить. Ясно? Ясно. Ясно ты. биджей маскировки трудно было подобрать форму для крупной фигуры биджея так что у сап пришлось заказывать индивидуальный пошивку портного так я в лифте понял вижу охранника сейчас уберу и что вы делаете а нет вот и все и спокойно окей его двери отключай сигнализацию минутку давай детка вуаля посмотри наверх биджей не стреляешь это всего лишь я посмотрю-ка тут наверху поищу сейф папка и должна быть сети так хельга где ты хранишь свои тайны ладно если бы я был сейфом куда бы я спрятался да никуда вы не спрятался я же не живой и значит я бы просто был ну и где бы я был на глаз ключ и все как следует без этой папки мы никуда не уйдем черт всех я нашел но нет там никакой папки нет и все я внизу видел рацию свяжись по низке с лером скажи ему что мы не можем найти папку и давай поскорее ласковец а я покараулю следопыт вызывает проводника проводник на связи прием проводник не можем найти подарок люси прием следопыт у меня новая информация о подарке люси прием встретитесь со мной как только сможете обсудим что делать дальше прием понял вас следопыт отбой а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Слушай, я нашел выход, иди сюда, я помогу. Мы встречаемся с Кеслером в местной пивнушке. Понял. Ну что, есть. Забирайся сюда, как можно быстрее. Записка исследователя ассистента Ланга. 4 января 1945 год. Хельга всю неделю на совещаниях у фюрера. Довелось пожать ему руку. Он с виду очень приятный человек. Но руки у него холодные и липкие. Да, еще от него запах какой-то мерзкий. Хельга назначила меня главным, пока она занята с нашим гостем. Важные находки. Древний чертеж, лежавший между двумя деревянными панелями. Похоже, он использовался при строительстве замка. По замыслу короля Оттона, замок должен был казаться его врагам грандиозным, устрашающим, поразительным. В те времена зрелище должно быть было то еще. Настоящее чудо архитектуры мыслей. По любым стандартам. Особенно меня заинтересовало, что на этих чертежах есть помещения, в которые я не смог найти входа. Может быть их открывают какие-то скрытые устройства? Нужно немедленно сообщить об этом Хельге, если она не занята. Может это и есть утраченные сокровища короля Оттона, Ланг. Продолжение следует... Сюда, давай через этот выход. Пошли, бласковицы, сюда. Все, пути назад нет, биджей. Шевелись. Дневник Хельге, запись первая. 6 января 1945 год. Нога не давала мне заснуть несколько ночей. Ужасный зуд. Зато есть положительный побочный эффект. Дополнительное время, чтобы думать и исследовать. Кажется, я теперь лучше понимаю свою предку короля Оттона. Его мечты и амбиции. Праведный огонь, плавший во сердце. Я бы сказал, почти божественный огонь. Ему было предназначено стать императором Священной Римской империи. А что предназначено мне? Или другими словами, могу ли я контролировать свое предназначение? Благодаря моему ассистенту, мы вчера нашли секретную лабораторию короля Оттона. И в ней невероятно ценные вещи. Исследования, алхимические тексты, карты. Внезапно это причинило мне сильнейшую боль, напомнив о дне, когда я нашла своего отца, повешенного в его кабинете в старом поместье. Какими холодными казались после этого зала старого дома? Как будто они умерли вместе с ним. Не следует копаться в таких вещах. Нужно сосредоточиться на исследованиях. Час поздний, но я, пожалуй, схожу за чем-нибудь освежающим. Замок Вольфенштейн, Паденборн, 2-01-46-го года. Мой дорогой Рейнхольд, я хочу поведать тебе одну тайну. Тайну, что касается древних королей сакральных знаний. Но прежде, ты умеешь подобрать такие слова, что согреет женское сердце, мой дорогой Рейнхольд. Я благодарю тебя за вино, оно было превосходно. Надеюсь, ты знаешь, какое удовольствие я получаю от нашей переписки. Пусть мы уже и расстались. Может, это и к лучшему, ведь с тех пор ты открылся мне совершенно с новой стороны. За все годы, что мы были вместе, я никогда не знал о тебе таким. Возможно, ты просто не можешь открыть свое сердце женщиной, если вовлечен с ней в романтическую связь. Так или иначе, я сейчас просто завален работой, и до конца года ситуация вряд ли изменится. Чувствую себя ужасной занудой, но, увы, я вынужден отклонить приглашение. Я не смогу погостить в твоем флорентийском поместье. Но как только разберусь с делами, я тот час с тобой свяжусь, обещаю. Теперь, что касается тайны. Замок Вольфенштейн подкидывает нам сюрприз за сюрпризом. Помнишь, в прошлом письме я писала, что мы обнаружили тайные покои короля Оттона? А теперь я нашла дневник, написанный рукой самого короля. Я перевела эти заметки, и боже мой, Ренхальд, это просто фантастика. Я, разумеется, и раньше была хорошо осведомлена о жизни Оттона, ведь я его прямой потонок, но даже не предполагала, что он питал столь яростный интерес к оккультным наукам, как и я. Видимо, это семейное. Это пристрастие овладело им после смерти его супруги, Эдит. Вероятно, он тяжело переживал утрату. Такие подробности меня, конечно, мало волнуют, но вот что меня действительно заинтриговало, дорогой Ренхальд. Так это записи короля о пергаментах, попавшем к нему в ходе некоторого происшествия в Стамбуле. Речь там шла по большей части о сложных алхимических изысканиях. Что еще удивительно, именно после этого король начал строить боевые машины, с помощью которых расширил границы своей империи. Можешь себе представить, как это подстегнуло мое любопытство? Я решила выяснить, какие еще королевские сокровища может хранить эта земля. Недавно я отправила экспедицию в расположение неподалеку отсюда, город Вольфбург. Сейчас я завершаю необходимое приготовление, чтобы выехать туда и лично руководить операцией. В любом случае, надеюсь скоро тебя повидать. С любовью, Хельга. Дневник Хельги. Запись 2. Сентябрь. В последнее время я столько читаю о Вольфбурге, что кажется у меня скоро глаза лопнут. О, этот проклятый и восхитительный город. Здесь есть что-то невероятно важное, и я это чувствую. По крайней мере, что-то казалось важным моему предку, королю Оттону. Пока мне известно вот что. Король Оттон нашел фрагмент древних пергаментов во время боев за Константинополь. В этих пергаментах заключалось великое знание. Смотри записки ученого из Игбальда. Страница с 15 по 26. В Вольфбурге было построено нечто, использовавшееся в войне с мадьярами. Военные машины помогли ему прийти к власти и основать священную Римскую империю. Однако, чем бы это ни было, все погибло в огне, когда город сгорел дотла. Большинство людей остановились бы на этом. Но меня снедает жажда узнать больше. И виноват в этом ты, отец. Я буду биться головой об эту стену, пока она не убьет меня. Или пока я не проломлю ее и не окажусь на другой стороне. Сегодняшнее вино. Освежающее Рингау. С сыром и колбасками. Просто изумительно. Черт. Заключенный на подходе. Заключенный на подходе. Бэтт Хэйс, Дэсофтворкс. Представляет. Игру. Вот машины геймс. Вольфенштейн. The Old Blood. Старая кровь. Продолжение следует.